Уважаемые коллеги, я хочу вам сегодня рассказать немножко о своих соображениях, касающихся того, как опухоль может использовать механизмы иммунитета для того, чтобы защищаться от организма и выживать. Из того, что сейчас мы прослушали, вычекает такое общее мнение, что механизмы онкогенеза полностью локализованы внутри клетки. Для того, чтобы образовалась опухоль, должны произойти мутации, должны произойти какие-то изменения в транскриптоме. При этом игнорируется то обстоятельство, что для того, чтобы опухолевая клетка превратилась в опухоль, она еще должна спастись от защитных механизмов иммунитета. Опухолевые клетки образуются достаточно часто, и иммунные механизмы с ними, в принципе, могут справляться. Хотя это противоречит той ситуации, в которой оказываются практические онкологи. Ведь они видят, что рак вылечить нельзя, то есть иммунитет как бы бессилен. Но это не значит, что он таким же является и у здорового человека. Это как раз результат того, что опухоль преодолела некий барьер, а не того, что этого барьера не было. Есть такой белок – трофобластический гликопротеин. Этот белок достаточно хорошо известен. Если мы пойдем, скажем, в инвитер, можно сдать анализ и измерить уровень этого белка, что, как правило, происходит при мониторинге беременности. Трофобластический гликопротеин бета-1, который, как правило, собственно говоря, подлежит измерению, синтезируется трофобластом и эндометрием плаценты. Именно поэтому можно по изменению уровня его продукции судить о том, что беременность идет не совсем так, как надо. Функцией ТБГ является подавление отторжения трофобласта макрофагами матери. Если этого белка не будет, то макрофаги уничтожат только что появившийся трофобласт и не дадут ему прирасти к плаценте. Причем это происходит очень быстро. Это не клональные механизмы, это то, что опосредовано именно на уровне фагоцитоза или, наоборот, подавление фагоцитоза. ТБГ открыт достаточно давно, и трудность практической работы с ним условлена во многом тем, что это тяжело гликозилированный белок, почему он, собственно, и называется ТБГ. Масса полисахаридной части у него около 28%. У человека ТБГ кодируется, на самом деле, 10 различными генами. Это целое семейство. И за счет того, что гены эти сильно похожи, а гликозилированные ныне гетерогенные, оказывается, что я и с помощью протеомики разобраться, где какой продукт, часто бывает не очень просто. Поэтому в основном сейчас с ТБГ работают на уровне анализа МРНК, а не на уровне белка, потому что с белком можно запутаться. В этой табличке я привел данные о том, как выглядит ТБГ, который можно выделить из плаценты с помощью аноклональных антител. В таблице показано, насколько гетероген, просто длина последовательности различных продуктов. В общем-то, она довольно похожа, хотя и отличается. На этом слайде представлены публикации, которые доказывают, что недостаточность уровня продукции ТБГ, такая индивидуальная, характерная для человека, препятствует зачастью, стимулирует выкидры, преждевременные роды, а также явно она ассоциирована с преэклампсией, которая тоже представляет собой некий вариант иммунного конфликта. Данных достаточно много, которые доказывают, что если ТБГ мало, то с зачатием будут проблемы, с беременностью будут проблемы. Он необходим именно для того, чтобы не было конфликта между плодом и матерью. В то же время, если ТБГ оказывается слишком много, то это тоже плохо. Опять же, доказывается такими исследованиями на группах, в первую очередь. Хорошо, сейчас уже доказано, что хотя ТБГ экспрессируется в первую очередь в клетках эндометрия, его повышенная экспрессия приводит достаточно легко к эндометриозу. Эндометриоз – это ситуация, когда опухолевого генотипа нет, а опухолевый фенотип есть. Клетки эндометрия сбегают из эндометрия, расползаются по организму. И вот там они сталкиваются примерно с той же проблемой, с которой опухолевые клетки, с которой сталкивается трофобласт. То есть они должны поддавить атаку макрофагов против себя. Поскольку они полностью иммуносовместимы с организмом, то клональные механизмы иммунитета против них бессильны. Поэтому только макрофаги могут их уничтожить или оставить в живых. Вот как раз можно видеть по этим статьям, что повышенная продукция ТБГ способствует тому, что эндометриозные клетки выживают и образуются эктопические очаги эндометриоза. Кроме того, многие опухоли тоже пользуются тем, что ТБГ может защитить их от атаки. Правда, это касается не всех типов опухоли, это прежде всего касается карциномы толстого кишечника. Ну, впрочем, и некоторых типов опухоли карцином легкого. Помимо того, что ТБГ может подавлять активность макрофагов, препятствовать тому, что макрофаги уничтожают опухолевые клетки, у них есть достаточно большое число функций, связанных с активацией, во-первых, моноцитов, а во-вторых, лимфоцитов ТРЭК. Сейчас это достаточно активно развивающееся поле. Хорошо видно, что, во-первых, ТБГ, безусловно, влияет на лимфоциты ТРЭК. То есть это такие паросупрессоры, которые не имеют фенотипа CD8, тем не менее выполняют функцию локальных супрессоров. ТРЭК подразделяются достаточно легко аппаратно на клетки памяти и клетки, прошедшие клональную экспансию. Они отличаются антигеном CD45RA или RO. Видно, что ТБГ заставляет активно делиться наивные ТРЭК лимфоциты, заставляет их вступать в пролиферацию. Напротив клетки памяти он не стимулирует, даже в некоторой мере задерживает. Кроме того, этот белок влияет на экспрессию маркеров на тех лимфоцитах ТРЭК, которые уже есть. Он подавляет экспрессию антигена CD28, который предопределяет чувствительность к цитокинам и, наоборот, продукцию цитокинов различных, но увеличивает продукцию антигена CD25. В целом, эту реакцию можно охарактеризовать как повышение лоббильности системы ТРЭК. И имеются данные о том, что ТБГ способен влиять на дифференцировку моноцитов в макрофаге. Это имеет тоже большое значение для выживания опухоли, потому что в опухолях, помимо опухоли ассоциированных лимфоцитов, еще бывает огромное количество опухоли ассоциированных макрофагов. И они влияют на многие функции опухоли, прежде всего на воскулиризацию. Да, этот слайд, наверное, мне придется даже пропустить, потому что на нем в основном изображено то, что я уже рассказал. Единственное, что к этому нужно добавить, это то, что ТБГ резко замедляет дифференцировку Т-лимфоцитов по пути превращения в лимфоциты ТХ-17. Теперь немножко я хочу обратиться к эволюционным аспектам того, что связано с ТБГ. Как говорил Андрей Петрович в своем докладе, для человека характерна высокоинвазивная плацента. То есть плацента с такой фрактальной поверхностью, которая характеризуется большой поверхностью контакта между плодом и плацентой. Существует такая теория, что фрактальная плацента необходима человеку потому, что у него существенно больший объем головного мозга по отношению к телу, чем даже у шимпанзе, почти в два раза. Для того, чтобы мог расти такой большой мозг, требуется существенно более быстрый газовый обмен. И вот для того, чтобы его обеспечить, возникает фрактальная плацента. Признаком того, высокоинвазивная плацента или невысокоинвазивная, является наличие менструации. Оказывается, что даже у шимпанзе их нет, не говоря уже о других гоминид. Зато они есть у таких странных существ, как слоновый прыгунчик здесь изображенный, обыкновенный вампир. Эти животные вовсе не родственники человека, но у них тоже большой объем головного мозга по сравнению с телом. И у них тоже есть менструация. Соответственно, тут есть некоторая корреляция. Мы можем считать, что это правильный признак, им можно практически пользоваться. Но наличие высокоинвазивной плаценты усиливает монологический конфликт между матерью и плодом. Просто за счет того, что контакт более интенсивный. И мы видим, что у человека, который обладает таким свойством, увеличивается количество генов, которые кодируют трофобластические гликопротеи. Практически у всех млекопитающих 6 или 7 генов, а у человека 10. Чем-то говорит о том, что, по-видимому, он имеет какое-то отношение к этому процессу. И немножко я хотел сказать о том, что если мы это учтем, мы можем иметь некоторые выходы на использование ТБГ в терапии. Какие это выходы? Во-первых, существуют способы снижения уровня ТБГ в организме. Например, можно получить гуманизированные антитела, как это сейчас довольно активно практикуется, скажем, биокадом. Чем можно снижать уровень ТБГ с помощью вакцинации, как это бывает с фактором брохиури? Ну и, наконец, можно подавлять экспрессию ТБГ с помощью малых РНК. Тоже теоретически можно на сегодня, хотя и дорого. Таким образом можно лечить некоторые виды опухолей, там, где ТБГ суперэкспрессируется и защищает, по-видимому, опухоль от организма. И можно лечить эндометриоз. С другой стороны, в некоторых случаях мы сталкиваемся, наоборот, с дефицитом ТБГ. И в этих случаях можно использовать рекомбинантный белок просто для того, чтобы стимулировать некие недостаточные функции. Это может касаться лечения эклампсии, невынашивания и различных аутоиммунных заболеваний, как, например, болезнь Бехтери, псориаза, ревматоидного артрита, а может быть и рассеянного склероза. Это такие нозологии, где роль лимфоцитов ТРЭК достаточно выражена. Ну, все, благодарю за внимание. Окей, this lecture is now open for discussion. Вопросы? Доктор Козлов. Вот когда мы говорили о том, что плацента действительно у нас высокоинвазивная и так далее, вот последние годы большое внимание уделяется опухолеподобным свойствам плаценты. И год назад в Великобритании произошел симпозиум, полноразмерный симпозиум под названием «Опухолеподобные свойства плаценты». То есть уже очень много пишется обзор, то есть вдруг открыли, что плацента опухолеподобна. Вот. И вообще вот те люди, которые изучают плаценту, задают вопрос, чем вообще плацента от опухоли отличается? Ну, опухоль. Ну, по всем признакам опухоль. То есть там 10 опухолевых признаков, понимаете? Начинает с общего обмена, с инвазией там и так далее, и так далее. И ответ простой – это регулируемая опухоль. И вот поэтому то, о чем рассказывал Алексей Борисович, представляет такой интерес. Как опухоль нормальную полноразмерную, можно регулировать. Вот так вот можно регулировать. Да, то есть существуют вполне такие развернутые механизмы, которые позволяют поставить под контроль. Еще один вопрос. Вот смотрите, эндометрия, да, в эндометрии возник новый для плацентарных тип клеток. Это очень редкий пример, когда описан, документирован, это Гюнтер Вагнер занимается в еле этим вопросом, да, новый тип клеток. То есть вот он только что возник. И при этом известно, что эндометрия болеет эндометриозом. Эндометриоз – это какое-то промежуточное состояние между опухолью и неопухолью, понимаете? И в этом смысле это вот та патология и та локализация, которую надо вообще изучать с точки зрения этой эволюционной парадигмы, которую мы объявили на симпозиуме. Спасибо, Алексей Борисович. Да, действительно, вот Андрей Петрович занимается шапочками у золотых рыбок вместе с коллегами, которые представляют собой опухолевый генотип при отсутствии опухолевого фенотипа. Вот эндометриоз – это когда есть опухолевый фенотип без опухолевого генотипа. Там генотип вполне нормальный. Тем не менее, какая-то разрегуляция происходит. Известно ли что-нибудь о развитии реального рака метастатического из эндометриоза? Это повышен ли риск? Этим вопросом действительно очень много занимаются, но по моим представлениям скорее существует, безусловно, статистическая ассоциация. То есть пациентки, у которых есть эндометриоз, они действительно более склонны к возникновению рака эндометрия. Но я думаю, что это не стоит объяснять тем, что очаги эндометриоза перерождаются в раковые, а объясняется тем, что просто происходит нарушение общего регуляторного баланса. И вот это сказывается на том, что рак возникает легче. Еще вопросы? Еще один? А, два еще. Хорошо. В терапевтические направления, там, где вы хотите использовать данные, которые вам доложили, они противоположны. Ну, соответственно, в одном случае антитела, которые убирают трофобластный, этот гликопротеин, а в другом случае вы наоборот хотите сделать рекомбинантный, чтобы снизить признаки воспаления. Да. Вот самое интересное, что в гинекологии есть такая патология, называется невынашивание беременности. И у женщин, которые склонны к такой патологии, если они, например, беременность все-таки выносили, очень часто они получают в процессе течения беременности те, как бы, осложнения, которые там указали. Ту же самую прекламсию, вот, ну и так далее. Так вот, смысл в том, что это все признаки воспаления эндометрия. Когда женщина идет в беременность, там есть некий воспалительный агент, его сейчас почему-то очень любят называть аутоиммунным, совершенно бредовый взгляд на самом деле. Есть там совершенно четкий материальный агент воспаления, который после излечения вот эти все признаки осложнения не идут. То есть, например, если еще насчет антител, говорить это может быть и в принципе нормально, чтобы, например, бороться с раком. Хотя это точечная, это таргетная терапия, но там вопросов больше, чем ответов. А вот насчет того, чтобы подавлять, ну, то есть рекомбинантный еще трофобластный гликопротеин добавлять на таком фоне, это скорее всего путь к тому, что будет реализованное внутриутробное заражение вирусом у плода. Это просто учтите в своих отношениях. Нет, речь ведется о том, что ТБГ можно лечить как раз людей, которые далеко не относятся, так сказать, не находятся в репродуктивном периоде. То есть это мужчины могут быть, это могут быть женщины пожилого возраста, то есть те, которым беременность уже, так сказать, не актуальна. Вы просто при эклампсии сказали, только из-за этого на это внимательно. Ну, действительно, в случае при эклампсии, как правило, уровень ТБГ снижен, чем тот, который еще до беременности. Слышу. Да, ну... Данные... Какие-нибудь данные по этому белку у вас есть? Насколько мне известно, опухоли, которые происходят в эмбрионах, имеют очень низкий злокачественный потенциал. И обычно они не опасны, они существуют, но обычно они доброкачественные, не злокачественные. Одна доброкачественная, но другая эволюция разовьется. Если вы не пролечите, пациент может умереть. Причем пролечить нужно незамедлительно. Я знаю одну статью, где были данные ПАЦ, и обычно идет стимулирование этого гена. Но проблема заключается в том, что есть целое семейство генов, и обычно девятый ген стимулируется. Спасибо.